Чем за границей владеют ракетчики Путина? Сколько Кремль тратит на содержание оккупированных территорий и что будет с россиянами, когда обанкротится Газпром? Про это и не только сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Путин годами готовил Россию к большой войне с Украиной, а возможно и с Западом. В том числе на разработку и производство ракет потрачены триллионы рублей. При этом сами ракетчики, конструкторы и руководители военных заводов, которые и готовили армию к большому походу на Запад, там же в Европе все это время покупали квартиры, виллы, пентхаусы, яхты и роскошные автомобили. Кто эти нелюди и как они тоже будут наказаны? Про это сюжет. Каждый день Россия обстреливает мирных жителей Украины. Школы, садики, жилые дома, храмы, больницы и множество объектов украинской инфраструктуры постоянно находятся под прицелом армии Российской Федерации. Кадры российского ракетного террора неоднократно видел весь мир. Но мало кто видел лица тех, кто строит для Путина и его соратников ракеты. Кто же является торговцем смерти, выяснил фонд борьбы с коррупцией. Путин как бы лицо системы, но он не один. Есть много людей, которые так либо иначе работали на эту систему, которые создавали, скажем так, ее могущество и которые проектировали то, как эта система будет захватывать мир. Так один из фигурантов расследования Борис Абносов. 70-летний инженер с давних времен вхож в кабинет президента Российской Федерации. Он был доверенным лицом Путина на выборах, неоднократно встречался с ним в Кремле, жал ему руку, улыбался и отчитывался о количестве сделанных крылатых убийц на его предприятии под названием тактическое ракетное вооружение. Основная наша ниша авиационных средств поражения. Так корпорация Абносова, крупнейший в России холдинг, который разрабатывает и поставляет Минобороны Российской Федерации многоцелевые ракеты, предназначенные для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов, с которых армия Российской Федерации ежедневно обстреливает украинские города. Компания приносит Абносову много денег, на которые он смог прикупить недвижимость в Европе. Журналисты обнаружили, что семья главного производителя ракет Российской Федерации владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более 8 миллионов евро. Так в Назиате Абносова записан четырехэтажный дом в центре Праги стоимость 6 миллионов евро. Кроме этого, пентхаус на 140 квадратных метров за миллион евро и еще несколько квартир. К счастью, после огласки информации власти Чехии арестовали имущество семьи путинского соратника. Вообще, концепция санкций заключается в том, чтобы создать на уровне экономики проблемы тем, кто подрывает, по сути, мировой порядок. Возникает необходимость пересмотреть и говорить о том, что, знаете, если вы своими действиями подрываете мироустройство, вы не должны пользоваться благами этого мироустройства. Соответственно, мы должны быть под санкцией. Но дела по заморозке иностранного имущества других ракетостроителей идут не так хорошо. Например, главный конструктор моторного комплекса «Союз Мукртич Акраян» пока что только под санкциями Соединенных Штатов Америки, где у торговца смертью, по данным СМИ, нет никакого имущества. А вот в Великобритании и Испании, где Акраян пока что может гулять спокойно, есть немало роскошных игрушек. Так семья ракетостроителя владеет поместьем в английском графстве Сурой. Стоимость трехэтажного дома оценивают более чем в 12 миллионов долларов. Кроме того, у жены Акраяна в графстве Кент есть небольшой особняк, который она приобрела еще в 2006 году за 723 тысячи долларов. Решение обзавестись недвижимостью в Англии не случайное. Дело в том, что дочь главного конструктора моторного комплекса «Союз Анна» и его сын Андраник в 2020 году получили британское гражданство. Также Акраян имеет виллу общей площадью 2000 квадратных метров в теплой Испании. Дом расположен в Марбелии, на берегу Средиземного моря. Стоимость этой роскоши более 20 миллионов долларов. Помимо недвижимости, торговец смертью в Европе владеет автомобилями Тесла, Феррари и Ауди. И все это имущество до сих пор не находится под санкциями. Такая же ситуация состоянием еще одного путинского прихвостля директора конструкторского бюро «Вымпел» Николая Гусева. На его предприятии производят ракеты Х-29, которыми армия Российской Федерации активно обстреливает Украину. При этом его дочь живет в США в жилом комплексе с видом на океан. Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы. Видимо, Вашингтон силой выманивал у Гусева деньги на обучение дочери. Она получает образование в университете Майами, где год программы стоит около 60 тысяч долларов. И, кстати, семья ракетостроителя ни в чем себе не отказывает и может похвастаться огромным автопарком. Так, у самого Гусева есть два Мерседеса, его супруга владеет Ягуаром, а патчерица на день рождения получила Роллс-Ройс. Также живет на широкую ногу глава корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питков. Именно он руководит процессом изготовления самых опасных российских ракет «Кинжал». И несмотря на это, его дочь и внучка живет в Швеции, где они купили за полмиллиона евро дом и люксовый электроавтомобиль «Тесла». Все эти убийцы совершенно спокойно наслаждаются богатой жизнью, на которой они заработали, выпуская ракеты для армии страны-агрессора. И это должно немедленно прекратиться, ведь они, так же, как и Путин, виноваты в смерти невинных украинцев. Когда все эти люди, которые есть составляющая системы, это и власть, и бизнес, который помогал этой системе, и все, кто работал на нее, потенциальные участники списка санкций, просто потому что они, эти люди, своей работой подталкивали мир к порогу войны. Соответственно, они должны отвечать за то, что они делают. Конечно, страны Европейского Союза оказывают мощную помощь Украине в борьбе с оккупантами, но контроль за наложением санкций на производителей ракет и другого оружия для Министерства обороны Российской Федерации должен быть значительно жестче. Снимаем гриф совершенно секретно с бюджета на удержание временно оккупированных украинских территорий. Власть скрывала, что тратит на них, только вдумайтесь, больше, чем дает всей России на образование и медицину. Про истинные антинародные приоритеты Кремля. Далее. Бедность, разруха и безнадежность. Именно в таких условиях живет большинство россиян. За Москвой и Петербургом заканчивается цивилизация. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. И вместо того, чтобы развивать свою страну, строить новые школы, больницы, ремонтировать дороги и коммуникации. Порадовать нечем. Все как-то не очень у нас. Путин и его команда решили тратить миллиарды долларов на полномасштабную войну против Украины. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Так, в 2024 году Кремль потратит почти 14 триллионов рублей на военные действия. Это рекорд за всю историю независимой России. И если вы думаете, что это все расходы из государственной казны на имперские капризы Путина, то не спешите с выводами. Российское издание «Агентство» обнаружило, что Кремль засекретил расходы на аннексированные территории Украины. Так, из государственного бюджета правительство выделило 1 триллион 700 миллиардов рублей на оккупированные регионы. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин. Эту информацию заметили журналисты в стенограмме разговора чиновников, опубликованной на сайте Кремля. Чеханчин не уточнил, в каком году, в 2023 или 2024, федеральные расходы на аннексированных территориях составили почти 2 триллиона рублей. Но интересно, что открытые траты на содержание украинских регионов в этом году составили 410 миллиардов рублей. А в 2024 их запланировали на уровне 650 миллиардов. Если глава Росфинмониторинга имел в виду расходы в 2023 году, то засекреченная часть в три раза больше публичных. А если он говорил о будущем годе, то более чем в два раза. В любом случае, секретные траты Кремля на аннексированные территории Украины в разы больше тех, о которых рассказывали россиянам путинские прихвостни. То есть власть открыто соврала о расходах госбюджета народу. Это банальный страх Путина потерять влияние и спровоцировать недовольствие в гражданах. Потому что все понимают, что эта война России против Украины, она приносит колоссальные избытки для Российской Федерации. Чиновники и политики сознательно соврали гражданам о расходах на оккупированные земли. А все потому, что траты на аннексированные территории в размере 1 триллион 700 миллиардов рублей превышают все расходы федерального бюджета на образование, который составляет полтора триллиона, или здравоохранение, которое правительство оценило в 1 триллион 600 миллиардов рублей. То есть вместо того, чтобы обеспечить детям нормальные условия учебы в школах, капитального ремонта крыши в 38-летнем здании не было с 2009 года. Все капает с крыши, все падает. Видите? Могу приблизить. Течет. Или осовременить больницы. Вот здесь лежат инфекционные отделения. Вот мертвый человек лежит. Вчера умерла, с вечера. А вот лежит моя мама. У нее воспаление легких. Президент России собирается тратить триллионы рублей на удержание чужих территорий. Россиянам уже давно пора понять, что Путин не думает о них вообще. Он не думает ни о чем, кроме реализации своих фантазий. И здесь вопрос не в том абсолютно, чтобы улучшать качество жизни людей, которые оказались в оккупации. Здесь задание в том, чтобы удержать эти территории. Действительно ли гражданам РФ нужна война против Украины? Хотят ли они тратить деньги налогоплательщиков на чужие территории, когда у самих огромные проблемы с инфраструктурой? Если нет, то Путина и его свиту нужно гнать в шею. Ведь с такой террористической властью стране не светит перспективное будущее и благополучная жизнь. Из-за войны и санкций «Газпром» уходит в минус. Главный донор бюджета в очередной раз сокращает свою инвестпрограмму сразу минимум на треть. А эксперты прогнозируют рекордный убыток компании вплоть до триллиона рублей. Как все это отражается на стране и что будет дальше, разбираемся вместе с экспертами. «Газпром» – некогда гордость всей России, теперь личный позор Путина и финансовая дыра для населения. Президент его уничтожил, а людям теперь платить. «Газпром» – это вотчина российского президента. Он его в беде как бы не оставит. Он его угробил с точки зрения финансовой и с точки зрения выхода с европейского рынка. И он же, судя по всему, должен как-то продолжать вот эту деятельность для того, чтобы им дальше руководить. Для Кремля главная задача любой российской компании сегодня – давать деньги на войну. И «Газпром» не исключение. «Им надо давать ресурсы, которые будут направляться в первую очередь на военное нужное государство». Но с началом вторжения корпорация терпит убытки. «В системе «Газпрома» еще показывают прибыль, но эту прибыль дает предприятие, которое занимается добычей нефти. А вот вся газовая индустрия убыточная, причем сильно убыточная, и эти убытки могут достичь, если в доллары перевести, ну, где-то в районе 10 миллиардов долларов в 2025 году». Теперь в «Газпроме» уже второй раз сократили инвестиционную программу на 2024 год. Если изначально она была примерно на уровне 2 трлн 300 млрд рублей, то теперь бюджет меньше 1 трлн 600 млрд. Капитализация стремительно падает, падает техническая оснащенность, рынки сбыта уходят, и скоро начнут хереть вот эти все технологии. Урезание инвестиций – это ремонт, модернизация, разработка новых месторождений. Эксперты отмечают, что в некоторых регионах стоит ожидать проблем с поставками газа из-за поломок, которые не смогут быстро устранить. Также пострадает план по газификации страны. Некоторые села, куда должны были провести газ, останутся без него. «Вот эта большая труба идет, а потом регионы присасываются, куда-то не дотянут большую трубу, и к ней не смогут присосаться местные потребители». Но лично для Путина это тоже сильный удар. Раньше за деньги этой корпорации он реализовывал собственные проекты. Это был самый большой кошелек Путина, что Путин за счет бюджета «Газпрома» финансировал многие, не только идиотские абсолютно проекты, как вот «Северные потоки», которые планово убыточные, а на 50 лет это были. Но он еще финансировал и другие мероприятия. Эти деньги шли на подкуп журналистов, экспертов, политиков в Европе и в мире. А теперь они не знают, как сводить концы с концами. Но вариантов немного – просить денег у государства или повышать цены. «Коммуналка в России снова подорожает. С 1 июля следующего года тарифы на ЖКУ вырастут почти на 10%. А в Минэкономразвитии говорят, что средняя платежка для семьи из трех человек, которая проживает в 50-метровой квартире, вырастет на 500-550 рублей. Но мы-то с вами знаем, что в реальности могут вырасти значительные затраты». Но даже подобные повышения не станут панацеей. «Газпром» уже сейчас готовится к банкротству. «И в целом вот они на 2025 год прогнозируют возможный даже убыток вплоть до триллиона рублей у «Газпрома». В случае, если государство продолжит вот так из них изымать налоги, как они планируют для того, чтобы пополнить бюджет». И что делает Путин? «Пока всего одно – он и дальше добивает не только «Газпром», а и многие другие компании, чтобы вытянуть деньги на войну». «При такой системе налогов будет очень тяжело жить, ведь сейчас, чтобы найти где-то деньги на войну, до следующих год и даже уже в этом году поднимают налоги именно для сырьевых индустрий». «Многие в правительстве паникуют, они любят свои наворованные деньги, и война не дает им зарабатывать». «Друзья Путина, как-то Сечин, Миллер, бьют чего-битную, втихаря, конечно, ходят к нему в Кремль и говорят «Барин, но если ты налоги не уменьшишь, мы банкроты». Диктатор постоянно пытается балансировать, но у него не выходит. С одной стороны, война, поражение в которой может закончиться фатально для него лично. С другой стороны, интересы его друзей-бандитов в Кремле, которые теряют деньги. Но помимо этого, ему постоянно нужно помнить и о тех, от кого он зависит. Например, о Китае. Москва и Пекин давно обсуждают постройку силы Сибири-2. Газопровода, который может помочь зарабатывать больше денег. Но Китай отказывается платить за него. Китай, который отказался инвестировать в вторую трубу, которая ведет, могла бы привести к увеличению экспорта газа. Китай говорит, нет, спасибо, вы выстроите за свой счет, потому что у нас газовый баланс, в принципе, есть, и ваша доля тоже есть в этом балансе. Теперь Путин должен решить, строить газопровод за счет денег налогоплательщиков и его друзей или отказаться от проекта и подпортить дружбу с Китаем. Стоимость такого газопровода, в моем подсчетах, если сила Сибири-1 обошлась, это газпромовские данные, а на самом деле немножко не так, а гораздо больше, 77 миллиардов долларов, то вот это будет намного за 100 миллиардов долларов вот этот новый газопровод. Откуда у Газпрома такие деньги сейчас, ну, это очень трудно понять. Надеяться, что при Путине страну будет ждать не процветания, а хотя бы стабильность не стоит. Он будет делать ситуацию хуже для всех, в том числе и для своего населения. Дыра в бюджете РФ становится все больше, но правительство знает, что делать. Военный убыток покроют за счет простого народа. Цены на газ в 2024 году для домохозяйств поднимут еще на 16%, а для предприятий сразу на 21%. Что подорожает из этого, в первую очередь показываем. Огромная дыра в бюджете? Не проблема. Закроем ее за счет обычных людей. Именно так думают в провластных кабинетах Кремля. Команда Путина решила пополнить государственную казну России, подняв цены на газ на внутреннем рынке страны. У нас в квартире газ. У вас. Тарифы на голубое топливо в РФ условно делятся по категориям и ценовым поясам. Так, категории – это жители частных домов или квартир и промышленные предприятия. А ценовые пояса организованы по принципу удаленности конкретного потребителя от региона, где происходит добыча газа. То есть, чем дальше, тем больше надо платить. Тарифы на газ устанавливают региональные власти в соответствии с приказами Федеральной антимонопольной службы. До полномасштабного вторжения России в Украину цену пересматривали раз в год – 1 июля. Но так как экономика страны-агрессора понесла огромные потери, процедуру изменили. Так, в 2022 году правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ с 1 июля 2023 на 1 декабря 2022 и поднять их и для промышленности, и для населения на 8,5%. Чтобы компенсировать этот рост, единороссы пообещали отказаться от поднятия цен в 2023 году. Но слово не сдержали. Так, тариф для предприятий увеличился на 10% уже с 1 декабря этого года. Обманули дурачка на 4 кулачка. Но еще больше денег придется платить за голубое топливо в 2024. В прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в подготовленном Минэкономразвитии сказано, что в следующем году оптовые цены на газ для всех категорий потребителей поднимутся на рекордные 11,2%, далее в 2025 на 8,2%, в 2026 на 4%. Мерзни-мерзни, волчий хвост. Но даже этого обдирания простых людей путинским чиновникам мало. Правительство также решило с 1 июля 2024 года повысить тариф на транспортировку газа аж на 10,2%. С 1 июля 2025 года на 7,2% и с 1 июля 2026 года на 4%. Это конвульсия перед смертью, извините. Если принципиально не поменять доли российского газа в европейском рынке, а это сделать сейчас невозможно, особенно в период санкционных ограничений, Рао Газпром объективно убыточная организация. То есть уже следующим летом общие платежи за голубое топливо для населения в России увеличатся почти на 23%, а для предприятий менее чем за год на 33%. То, что газ для бизнеса вырастет на треть, означает, что цены на товары и услуги, которые предоставляют различные предприятия, увеличатся. И эту разницу в конечном итоге придется платить потребителям, то есть обычным людям. Конечно, никто же не будет это делать за счет собственного кармана. Конечно, за все будет переложено цену товара, и, естественно, все это потянет за собой инфляцию. Это точно даст 3-4% к инфляции, плюс это 100%. Поэтому в новом году россияне снова ощутят на себе рост цен на продукты, хлеб, молочку, сладости и другие товары, для производства которого нужен газ. И от увеличения цен на ископаемое в первую очередь выиграет государство и путинские олигархи, управляющие газовыми компаниями. Так, на российском рынке присутствует «Газпром», на долю которого приходится 63% продаж, «Новатэк» с 18% и «Роснефть» с 15%. Их общие поставки составят чуть больше 95% от общего объема продаж газа на внутреннем рынке РФ. Россия на самом деле богатая на голубое топливо страна. Поэтому поднятие цен на газ для населения – настоящее варварство, на которое идет Путин и его команда. Они готовы продавать энергоресурсы за копейки так называемым дружественным странам, тратить миллиарды долларов на войну против Украины. Но ни президент России, ни его соратники никогда не будут думать о русском народе. В Кремле сидят паразиты, отбирающие у обычных людей последние гроши. Система слежки за россиянами и гостями столицы «Безопасный город» стала для чиновников безопасным способом воровства. Они украли на камерах более 600 миллионов рублей. Поднялся скандал, но это не помешает украсть им еще. Как работает коррупционная схема на камерах видеонаблюдения? Смотрим. Российские города просто усеяны камерами видеонаблюдения. Вокруг дворника на площади Корсакова прямоугольник. Так система распознает, что этот человек один ничем опасным не занимается. Но стоит вокруг него собраться еще десятку людей, об этом узнают правоохранительные органы и посмотрят внимательно, что там такое происходит. То есть импровизированный большой брат следит, как бы россияне не начали бунтовать. На это исправно выделяются неплохие деньги. Например, еще в 2020 году начали модернизировать систему по заказу МЧС. Оно и понятно, для властей проект важный. И, как оказалось, не только из-за контроля граждан. Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательский и опытно-научные разработки для системы «Безопасный город», рассказали источники РБК. Материалы проверки переданы в военное управление Следственного комитета. Казалось бы, уж воровством-то путинисты точно уже не удивят. Но они таки сумели. Особенно если учитывать, что это практически вся сумма, которую выделили на модернизацию проекта. Невероятно, но около 92% от всех выделенных на работы средств просто куда-то испарились. Точнее, по версии российской же прокуратуры, были фактически разворованы под видом оплаты работ. Вы себе представляете, 620 миллионов рублей выделили, и почти все деньги спит. Подозревают, хищение произошло при работе корпорации «Ростех» государственной, одним из ее подразделений, Национальным центром информатизации. Разрабатывали единую методологию, стандарты и даже проекты бюджетов. А руководит «Ростехом» Сергей Чемизов очень близкий друг Путина и влиятельнейший человек. Рост самой государственной корпорации за счет ресурсов, за счет влияния Чемизова на Путина, он совершенно очевиден. Большое количество проектов, связанных с совершенно разными секторами, от мусора до добычи янтаря, попали в категорию Чемизова и его окружения. Притом окружение у Чемизова достаточно большое. Возможно, поэтому в «Ростехе» как-то и не очень-то испугались. Адвокат утверждает, что научная работа проделана, техническое задание выполнено, акты заказчикам подписаны, деньги уплачены. Но реальных результатов работ на сотни миллионов никто так и не увидел. И, судя по всему, ворам так ничего и не будет. Охранители режима, конечно же, обещают наказать виновных и даже вернуть похищенные миллионы. Но почему-то уголовное дело не открыто до сих пор. Хотя первые проверки начали еще более года назад. Но как-то не особо спешили, да и не спешат. До прошлого года разработку и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со стороны МЧС курировал первый замминистра Александр Чуприян. Он исполнял обязанности министра с сентября 2021 года и до мая 2022 года после гибели министра Евгения Зиничева. В марте 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Чуприяна от должности в МЧС. Да неужели получилось так, что прокуроры зашевелились только когда предполагаемый инициатор Александр Чуприян уже тихо ушел с должности? А точнее, еще и через полгода. Ну, видимо, чтобы дельцы точно успели спрятать концы в воду. И неужели это просто так? Это пылесос Ростех. Он пылесосит, государственная корпорация, собственно, пылесосит все активы, которые плохо или хорошо лежат, которые можно каким-то образом поглотить. Могу сказать, что раньше раз в год к дню сотрудника Федеральной службы безопасности под конец года Владимир Путин своим указом либо подписывая какой-то федеральный закон и постановление правительства, в зависимости от того, какую позицию он занимал, Ростех передавались те или иные активы как новогодний подарок Сергею Чемизову. Да и как же могут режимоохранители бороться с коррупцией в сфере, где ворует этот же режим? Поэтому сколько украли на прочих проектах безопасного города, вопрос пока открытый. А крась там есть из чего? Общие расходы на разработку и внедрение безопасного города оценивались в 150 миллиардов рублей. Министерство по чрезвычайным ситуациям предложило потратить еще 97 миллиардов рублей на модернизацию системы, но Министерство экономики критиковало этот проект из-за высокой стоимости. Деньги выделяют снова и рекой. В следующем году одна лишь Москва потратит на охранные системы в около 106 миллиардов рублей, в том числе и на безопасный город. Всего на программу «Безопасный город» заложено 304 миллиарда рублей на три года. То есть во власти никого не смутил прецедент с разворовыванием почти 100% выделенного. А, наверное, еще и понравился, поэтому захотели еще. Для сравнения, расходы бюджета на все нужды всей Костромской области в 2024 году составит 47 миллиардов рублей, а Псковской области — 55 миллиардов. 141 миллиард заложен на всю прифронтовую Белгородскую область. Это и защита, и на восстановление разрушенных во время обстрелов домов, и на здравоохранение, и на образование. Но, как мы видим, Москва продолжает гулять. То есть, получается, на объединение двух любимых занятий российских властей — контроля над гражданами и коррупцией — потратят больше, чем на целые регионы, причем в несколько раз. Интересно, а на этот раз они свой рекорд побьют? Ну, то есть, смогут ли украсть уже не 92%, а все 100%? Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фрида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова